Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Господа, мы же с вами умные и уже знаем, что самые агрессивные животные живут на черном континенте, а вот самые странные где, правильно, на перевернутом, там где почти вся фауна ходит с сумками. И сегодня у нас в гостях животинка не менее странная, загадочная и древняя, древнее даже, чем утконос. Встречайте австралийскую ехидну. Вид яйцекладущих млекопитающих семейства ехидновых — единственный представитель своего рода. Когда-то давным-давно рептилии обзавелись волосами и молоком. Мы прозвали то, что из этого получилось млекопитающими. Но один класс животинок до сих пор не дает покоя систематикам. Имя этого странного существа — однопроходные. Австралийская ехидна была научно описана английским зоологом в 1792 году, назвавшим ехидну гигантским муравьедом. С тех пор, как он описал этот вид, ехидна последовательно сменила еще несколько названий, пока не получила нынешнее. Ее название, кстати, в переводе с греческого означает «быстрый язык», что связано со скоростью, с которой ехидна использует свой язычок для ловли муравьев и термитов. Видовое название переводится как «колючая». Этот ежевидный зверь обитает в пустынных лесах Австралии. По внешним характеристикам это 80-сантиметровый ежик с мордой муравьеда. Ее обычная длина 30-45 см. Вес он 2,5 до 5 кг. Тасманийский подвид несколько крупнее до 53 кг. Голова ехидны покрыта грубым волосом. Шея короткая, снаружи почти незаметная. Ушные раковины не видны. Морда ехидны вытянута в узкий клюв длиной 75 мм, прямой или чуть изогнутой. Он представляет собой адаптацию к поиску добычи в узких щелях и норах, откуда ехидна достает ее своим длинным липким языком. Как и у утконоса, клюв ехидны богат на всевозможные апгрейды. В его коже расположены рецепторы, с помощью которых ехидна улавливает слабые колебания электрического поля, возникающие при движении мелких животных. Ни у одного млекопитающего, помимо ехидн и утконоса, подобного органа электролокации не обнаружено. Конечности у ехидны укороченные. Пальцы снабжены мощными плоскими когтями, приспособленными для рытья земли и разламывания стенок термитников. На задних лапах когти удлинены, ими ехидна чистят шерсть и вычищают паразитов. Кроме того, на задних конечностях у взрослых самцов имеется небольшая шпора, такая же как у утконоса, но меньше, и не связанная с ядовитой железой. Спина и бока ехидны покрыты короткими, жесткими и полыми колючками. Их длина достигает 5-6 сантиметров. Они имеют желтую окраску с черными кончиками, реже полностью желтые. Иглы представляют собой видоизмененные волосы и состоят в основном из кератина. Как и у всех однопроходных, фекалии, моча и половые продукты у ехидны выводятся через единое отверстие – к лаку. У самок после родов на животе появляется выводковая сумка. В общем, милый такой доисторический ежик. Причем этот ежик способен передвигать очень тяжелые предметы. Несмотря на скромные размеры, ехидна – безумно сильный зверь. У ехидны слабое зрение, однако хорошо развиты обоняния и слух. Их уши чувствительны к низкочастотным звукам, что позволяет им слышать термитов и муравьев под почвой. Мозг ехидны развит лучше, чем у утконоса, и имеет большее количество извилин. А вот скелет ехидны имеет много противоречий и интересностей. Голова, лопатки и грудная клетка по строению очень похожи на рептилоидные, так как это промежуточный вариант млекопитающего. И поэтому много штук в организме весьма неудобные. Ходят ехидны как ящерицы. Как это? Ну вот у нас с вами и конечности по туловищам, а у ехидны и рептилий по бокам, а мрюха ехидны закрыта сумчатыми костями. Вот нам бы такой костный пресс. У ехидны на клюве расположено множество электрорецепторов. Предполагается, что они были унаследованы от предков, которые вели полуводный образ жизни. Именно поэтому зоологи агрессивно спорят. Кто-то думает, что ехидна — это млекопитающее, а кто-то считает ехидну вообще отдельным классом. Ехидна — это наземное животное, хотя при необходимости оно способно плавать и пересекать довольно крупные водоемы. Встречается ехидна в любом ландшафте, представляющем ей достаточной пищи от влажных лесов до пустынь. Водится она и в гористой местности, где часть года лежит снег и на сельскохозяйственных землях, и даже в столичных пригородах. Активная ехидна преимущественно днем, однако жаркая австралийская погода заставляет ее переходить на ночной образ жизни, поскольку у нее нет потовых желез, а температура тела очень низкая — 30–32 градуса. При жаркой или холодной погоде она становится вялой, при сильном похолодании впадает в спячку. Ехидна продолжительностью до 4 месяцев. Запасы подкожного жира позволяют ей при необходимости голодать месяц и более. Обычная ехидна питается муравьями, термитами и реже другими насекомыми — мелкими моллюсками и червями. Она раскапывает муравейники и термитники, роется носом в лесной подстилке, сдирает коров с упавших гнилых деревьев, сдвигает и переворачивает камни. Обнаружив насекомых, ехидна выбрасывает свой длинный липкий язык, к которому прилипает добыча. Зубы у ехидны отсутствуют, но у корня языка имеются кератиновые зубчики, которые трутся у гребенчатая нёмба и таким образом растирают пищу. Кроме того, ехидна подобно птицам заглатывает землю, песок и мелкие камешки, которые довершают измельчение пищи в желудке. Ехидна ведет одиночный образ жизни, за исключением брачного сезона. Это не территориальное животное. Встретившись, ехидны попросту игнорируют друг друга. Они не устраивают постоянных нор или гнёзд. На отдых ехидна устраивается в любом удобном месте, под корнями, камнями и в дуплах упавших деревьев. Бегает ехидна плохо. Не то, что наши ёжики. Главная её защита — это колючки. Потревоженная ехидна сворачивается в шар и, если успевает, частично закапывается в землю, подставляя врагу спину с поднятыми иглами. Вытащить ехидну из вырытой ямы весьма трудно, поскольку она сильно упирается лапами и иглами. Среди хищников, охотящихся на ехидн — тасманийские дьяволы, а также завезенные людьми кошки, лисицы и собаки. Люди преследуют её редко, поскольку шкура ехидны не представляет ценности, а мясо невкусное. А звуки, которые издаёт встревоженная чем-то ехидна, напоминают негромкое хрюканье. В общем, то ещё создание эволюции. И вот это чудо по названию ехидна бегает и ловит языком муравьёв, и вдруг начинает хотеть любви. И происходит странная вещь, что, впрочем, характерно для Австралии. Стоит такая одна самочка ехидны ждёт трамвая, а к ней пытаются пристроиться ненасытные самцы. Но она же одна, и поэтому образуется целый караван. Впереди идёт самка, а за ней в ряд шагают 6-7 самцов. И такая тусовка бегает за самочкой целых 4 недели. Самцы всё это время, как полные подкаблучники, повторяют всё за вожделенной возлюбленной. Ну а потом начинается этап соревнований. Два или более самцов тыкают мордами друг в друга и крутятся. Начинается хоровод. Они так интенсивно крутятся, что выкапывают яму. Настолько глубокую, что из неё сложно выбраться. Но в яме всех конкурентов и остаться в этой большой яме один, в ожидании своей принцессы. Беременность у ехидны длится 21-28 дней. После откладывания маленьких яичек, самочка ехидны тоже начинает вытворять акробатические номера. С помощью кувырков она закидывает яйца в сумку и ждёт, когда маленькие ехидны вылупятся. Через 10 дней вылупляется крохотный детёныш – пагл. Он длиной всего 15 мм и весит всего полграмма. Детки этих странных существ имеют развитые передние конечности и готовы сразу лизать маминое розовое молочко, которое выделяется у неё не из сосков, а прямо из кожи в сумке через обычное потоотделение. Растут молодые ехидны очень быстро. Всего за 2 месяца их вес увеличивается в 1000 раз, то есть до полукилограмма. Детёныш остаётся в сумке матери 50-55 дней до возраста, когда у него развиваются колючки. После этого мать оставляет его в укрытии и до возраста 5-6 месяцев приходит кормить раз в 5-10 дней. В общей сложности молочное вскармливание продолжается 200 дней. Где-то между 180 и 240 днём молодая ехидна покидает нору и начинает вести самостоятельную жизнь. Размножается ехидна только раз в 2 года, а то и реже. По некоторым данным, в среднем раз в 7 лет дамочки готовы к размножению уже в год, а мужчинке в 3-4 года. Жизнь этого непонятного австралийского шара-ежа длится целых 50 лет. Австралийская ехидна обычно в Австралии и Тасмании и не относится к вымирающим видам. Её в меньшей степени затрагивает расчистка земель, поскольку австралийская ехидна не предъявляет к местам обитания особых требований, помимо достаточного количества пищи. Так что это непонятная доисторическая существо вовсе не собирается вымирать. А как вы думаете, на кого больше? Похоже, ехидна на муравьеда, ежа или ещё кого-то? Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.